В один раз в момент Михаил Борисович решил, что он белый и пушистый. Он стал на табурет и сказал, кукаряку, я самый пушистый. А вот ваш, Владимир Владимирович, северную нефть купили в два раза дороже, чем он стоил. Ну, понятно. А он ему отвечает, а вы налоги правильно платите. Ну, я слышал, вы там отрегулировали? Ну, не до конца. Все, приехали. Это пацанское дело, а не политическое. Это два пацана, извините, по моему мнению. Что-то, кто-то, кому-то сказал. А то сказал, что у тебя деньги, да? У меня есть корочка, и на ручнике. А они оказались сильнее. А то думал, что деньги мы можем все перебить. Вехак, аимута, как истинная. Тוך худשים сфорием, הפк Ходорковский, Ме-адам, хи-яшир в Руссия, ла-сир минь-ха-шура. Мангелоней Анишаа, ассоу, от ободатам нאמ�на. А оппозиция, ше-отам имен Ходорковский, мекисо, шаткала. Ты или молчи, или продай все, а потом хрюкай. Сколько в Сенате сидят богатых американцев, которые продали свой бизнес и решили, что они могут это. Вот ты сначала тогда продай. А ты хочешь иметь деньги и еще учить нацию, как ей жить. Но это уже перебор. Он пират. И сын его, и дети, сын и пирата. Они тоже не имеют права. Я своему великолепному ребенку говорю, ты рот разевать не имеешь права. Им нужен был пример такой, который показал бы всем остальным. Всем остальным, что власть в одних руках. Что никакой Ходорковский центром власти тоже не является. За определенную мзду, например, за долю компании ЮКОС, за большой кэш ежемесячно, ежегодно, неважно. Войти в клан, как вошли все остальные олигархи, было бы можно. Было бы можно. Но это не было сделано.